Сегодня 60 лет со дня рождения заслуженного артиста России, народного хомейджи Республики Конгарола-Ондара. Глава Тува отметил его неоценимый вклад в развитие тувинской культуры. Даже самый короткий разговор с Конгаролом Борисовичем придавал чувство необыкновенной жизнерадостности, подъема духа и уверенности, что все непременно получится. Сегодня Тува остро ощущает потерю, но мы должны исполнить свой долг, продолжив начатые им дела. Это дальнейшее продвижение и сохранение горлового пения, развитие Центра Тувинской культуры и всесторонняя поддержка горловиков. Мы не имеем права его подвести. И в продолжении темы сегодня в Центре развития Тувинской культуры и ремесел прошел вечер памяти Конгарола-Ондара. Близкие друзья, коллеги делились воспоминаниями о выдающемся хомейджи Тувы, которому сегодня исполнилось бы 60 лет. Ученики Конгарола-Ондара исполнили горловое пение. На месте побывала наша съемочная группа. Вечер памяти открыли знаменитыми частушками Тувам-Черим. На сцене первые ученики Конгарола-Ондара из отделения Республиканской школы искусств. Именно он открыл им путь в мир хомея. Он нас познакомил со всеми исполнителями хомея, со старшим поколением, как Агол, Карасал, Хунаштар, Оржак, Мажима-Лондар. Конгарол-Ондар дал тувинскому горловому пению мировую известность. 30 лет назад он вел занятия по хомею в Эршеи. 10 лет назад под его руководством открыли Центр развития традиционной культуры и ремесел. Здесь продолжают его работу по развитию тувинской культуры. Качество его работы в настоящее время, все его плоды мы сейчас видим. И будем продолжать, так как мы ученики, мы его наследники. Будем стараться, чтобы дальше все это осуществлять и пропагандировать, и дальше развивать нашим будущим поколением. Ондар первым поднял вопрос о раннем выходе на пенсию профессиональных горловиков. До настоящего времени этот вопрос остается открытым. Его друзья и близкие помнят и другие его замыслы и хотят воплотить их в жизнь. У него две мечты было. Это первый фильм про тувинскую женщину. И вторая мечта была фестиваль. Фестиваль музыкальных инструментов. Вот такая вот у него задумка была. Вот эти две задумки, по-моему, надо осуществить. Культовая личность конгарола Ондара навсегда оставила неизгладимый след в истории Тувы. Он дал мощный толчок не только в развитии тувинской народной культуры, но и повысил интерес к традиционным видам спорта. Друзья детства и молодости отмечают, что он всегда был лидером. Ребята все спортивные, талантливые, но среди них был он лидером. Он деревенский парень из далекого суммона имя. Всегда был лидером и до конца своих дней остался лидером своего класса, скажем так. Я гордился, что я был другом и до сих пор другом остался. На вечер памяти пришли те, кто ценит и любит его творчество. Друзья, коллеги, ученики и родные. Делились воспоминаниями о человеке с приветливой, искренней улыбкой и большой душой. А со сцены звучали песни, которые он исполнял. У рынка самбаржа Александр Рожак, Вести 2.